Приветствую вас, Аида. Причитал ваш вопрос, давайте мы с вами сейчас стараемся разобрать. Первое, на что я хотел бы обратить к вашему вниманию, то, что описывая то, что с вами происходит в последнее время, вы никак не способствуете тому, чтобы мы сказали, что с вами, потому что описываете вы именно следствие, а не причину. Причина заключается в вашем предыдущем опыте, который был до этого. Именно он, этот самый предыдущий опыт, и является определяющим по факту, что здесь. То есть необходимо разобраться именно с опытом, с предыдущим опытом. Вы говорите, что в последнее время, значит что-то в последнее время произошло, что вызвало у вас это ощущение неполноценно. Вот. Это первое. Второе. Вполне вероятно, что вы действительно какие-то свои чувства или часть из них подавляете, скрываете, не позволяете им выражаться, всякое такое. Есть ваши желания, которые типа позволительные, а есть ваши желания, которые типа, ну, совсем непозволительные. Вот. А к непозволительным своим желаниям, ну, вы относитесь, вероятно, именно таким образом. То есть к непозволительным желаниям вы их словно подавляете. А почему есть позволительные и непозволительные желания? Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос влияется гораздо таки условностью. То есть, если вы ставите себе условность, то, если вы, точнее, ставите себе условие, то, вот, как бы, из-за этого, собственно, какие-то желания не могут, ну, засчитываться, как неполноценные, как не разрешенные и прочее прочее. Другой вопрос, опять же, откуда это было, да, и почему, так вот, почему вы так себя воспринимаете? Ну, опять же, можно проследить только, понаблюдав за, вот, вашей жизнью, понаблюдая вас, с чего это всё начало. Может быть, это было с вами всю жизнь, просто вы не замечали этого. Вот. Условно. Вы себе совершенно четко, четко ставите условия. Если думаете вы, то. Условно. Условно. И, постоянная борьба. Отчасти на это, косвенно указал мой коллега, борьба. Что есть борьба. Я имею в виду борьба, именно ваша внутренняя борьба. И, соответственно, если внутри вас идёт борьба, то именно с ней, с борьбой и нужно разбираться. Кто, с кем, что, с чем борется, по какой причине, это нужно исследовать. И, когда, если мы это сделаем, то ситуация нормализуется, и вы сможете обрести определённую гармонию. И, правда, есть один нюанс. Возможно, те вещи, которые вам до этого нравились, нравятся, перестанут. Люди, с которыми вы общались, перестанет перестанет или они с вами перестанут общаться. Вот. Там исключение, очевидно, что есть то, что вы себе не принимаете. Есть какие-то вещи, которые вы ставите под сомнением. Опять, неплохо, что какие-то вещи ставите под сомнением, но вы не братцы ставите под сомнением. Вы их отрицаете. Вы считаете, что это у вас быть не должно. Чего-то у вас быть не должно. Ещё мне показалось, что вы сравниваете себя с другими людьми. Точно такой достаточно важный момент. Вы сравниваете, если вы сравниваете себя с другими людьми, то очень важно понять, на каком основании и из-за чего вы это делаете. По какой причине, например, вы придаёте значение другим людям, другим своим выборам, больше, чем себе и своим решениям, своим выборам. Вот. Ну и я думаю, в целом, именно так можно ответить вам на вопрос. Да? То есть это вот, если опять же, прямо отвечать на то, что вы спрашиваете. Почему вот у меня приводит, что со мной. То это просто недоверие. И вы не доверяете себе. Вот. Вам стыдно, либо невообразимо как-то так. То есть выйти за пределы привычных проявлений вашей эмоциональности, вы не можете. Ну, это опять же нормально, там если вы так привыкли, другой вопрос, что вам в этом слишком тесно становится. Может быть это и следствием определенной травмы, то есть какое-то событие эмоционально ограничено. Это достаточно сильно теперь вот вас по, так сказать, ассоциативным путям преследуют. Такое тоже может в принципе быть. Ну, все это уже из опуска гадали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Вы найдете из нее приемлемый выход. Ну и конечно, конечно, ваше обращение. Это только первый шаг к решению проблемы. Следующим шагом должен стать выбор эксперта и терапия. Я Sensato держаться wastewaterу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...